Доброта Доброе утро Ирландия Это будет следующий шаг То есть практически вся Европа знает вашу добрую руку Абсолютно Дима, скажите, это ваша личная инициатива Или вы действуете в рамках какой-то определенной программы? Я действую в рамках нашей организации Общественной и молодежной Информационно-ресурсного центра Общий дом Который ведет свою деятельность активную на двух берегах Днестра И целью нашей организации Нашей основной миссией является Предоставление информации альтернативной Из различных источников В том числе и социальные медиа Так называемые Фейсбук, Твиттер И другие Сошел медиа Поэтому волонтерство Как явление Для меня это было близко Потому что я в своей жизни постоянно встречал волонтеров Которые помогали когда-то мне Когда это нужно было А потом уже и я начал помогать Путешествия были лишь средством достижения цели Понятно А в чем заключается помощь, которую вы оказываете? Это образовательная миссия гуманитарного характера Но без которой Как бы развитие общества Сейчас нашего современного В данный период Невозможно Дима, скажите, у вас есть домашние животные? Да, у меня есть кошка и маленький щенок В окстере Скажите, а не подкармливали бездомных животных? Знаете, я это делаю с осторожностью Почему? Дело в том, что вокруг дома, где я живу Очень много бродячих животных И поэтому подкармливать бездомных животных В данном случае было бы Делом не совсем гуманным Так как это собаки Которые никому не принадлежат Они сбиваются в стаи И уже было нескольких Может быть, потому что они сбиваются в стаи И они такие злые Потому что никто не подкармливает на самом деле Получается какой-то замкнутый круг Нет разу? Вы знаете, их подкармливает сосед Вот, благодаря соседу Они все-таки еще функционируют Обычно, а против таких соседей Весь дом, получается, нет? Ну, мы не ополчаемся Мы просто мягко советуем Этого не делать А может быть, можно подкармливать, например, Не прямо у подъезда Или в подъезде, да? А подкармливать где-то в другом месте То есть немножечко подальше Знаете, я все-таки сторонник более Цивилизованных методов помощи Бездомным животным Ну, что значит цивилизованный метод Помощи бездомным животным? Потому что вот Сюжет до этого показал нам Что есть центры, где этим животным Оказываются профессиональные услуги Как бы и помощь И есть надежда на то, что когда-то Какой-то человек возьмет питомца В свои руки и будет дальше продолжать воспитывать То есть у вас свой путь Нет, я вот в Европе, интересно Бабушки подкармливают бездомных животных? Вы знаете, в Европе, особенно в центральной части Практически невозможно встретить бездомное животное А если такое и встречается То его быстро находит определенная служба Заботы о животных Которые уже в течение нескольких дней Ищут владельца Потом определяют в питомник Если животное не находит своего хозяина Или хозяин не находит животное То животное усыпляется А вот интересно, в основном Мне кажется, подкармливают всегда женщины Вот насколько я знаю В Террасполе те, кто занимается бездомными животными В основном особи женского пола А вы сказали, что у вас есть сосед Это мужчина? Да, это мужчина Как вы думаете, почему именно женщины проявляют Вот такое, не знаю, сердобольность Вы знаете, наверное, все-таки женщина Как существо эмоциональное Ранимое временами Заботящаяся Женщина все-таки привыкла заботиться О тех, кому тяжело И кому нужна помощь То есть это совершенно естественно Да, это естественно И, наверное, таких женщин Можно смело назвать волонтерами Правда? Дима, скажите А можете расшифровать слово волонтер? Волонтер или доброволец Это человек, который оказывает Какую-либо услугу Или что-либо делает На безвозмездной основе Он не получает за это никаких Финансовых дивидендов Более того Он, как правило, не афиширует Свою деятельность То есть это призыв сердца Это призыв души Помочь окружающему миру Скажите, а какие вообще программы Существуют у нас в Приднестровье? Знаете, в Приднестровье, к сожалению До сих пор являлась Как бы Зоной такого как бы Закрытого содержания Для международных программ волонтерства И добровольчество на местном уровне Развивалось Спонтанно, эпизодично Но, слава богу, и это есть Наша организация К счастью В этом году уже начинает работать С международной программой Европейской комиссии Молодежь в действии Это Use in Action программа В рамках которой может Любой молодой человек В возрасте от 18 до 30 лет Поехать в любые страны Европы И попытаться работать Как волонтер В любой стране В период от одного месяца До одного года Что для этого нужно? Уже знание иностранного языка Наверняка требуется Сто процентов требования Знания как минимум Английского языка И приветствуется знание Одного из европейских языков Ну то есть нужно пройти Какой-то экзамен Или в принципе Если ты напишешь Что знаешь в совершенстве Английский язык Этого будет достаточно Конечно Отбор проводится Очень тщательно И перед тем Как человеку дадут Долгожданный зеленый свет С ним проведут собеседование Сотрудники нашей организации Плюс принимающие организации Из Европейского союза И потом уже На этапе собеседования В посольстве При получении визы Приведет собеседование Консул Наверное для участия В таких программах Хочешь не хочешь Нужны деньги Вы знаете Конкретно этой программе Волонтер не платит Ничего Абсолютно С момента Как он Изъявил желание Поехать В любую страну Одну из стран Европы И быть волонтером До момента возвращения В страну У нас была девочка В программе Она как волонтер Ездила в Непал И преподавала там Английский язык Но Она должна была Сама туда добраться Ей обеспечивалось Только питание Например И проживание Знаете Существует масса Волонтерских программ И та программа Которая я рассказал Это всего лишь Может быть Один процент Из возможных программ Для Участия Ребят Из нашего региона Есть очень много Программ По которым Люди едут И платят Свои деньги За дорогу И принимающая страна Обеспечивает им Уже питание И проживание В своей стране Дим Ну в любом случае Можно сказать Что иностранцы Вот они могут Позволить тебе Быть щедрыми У нас совершенно Другие условия В Европе все-таки Уровень жизни Гораздо повыше Вот Дим За рубежом Кто чаще помогает Обычные люди Или все-таки Общественные организации Знаете Помогают и организации И самостоятельные люди Но волонтерство И добровольчество За рубежом Развито уже До такой степени Когда Обычный человек Который хочет сделать Добрый поступок Он может Поделиться Финансовыми средствами Или любыми другими Благами С организацией Которая занимается Уже Дальнейшим распределением Вот интересно Люди бы доверили Вот например Когда они взяли Молодежь Вышла там И попросила Помогите Кто чем может Вот склонны ли Европейцы доверять Вот таким просьбам Или все-таки Все решается Через организацию Знаете склонны И если вы выйдете На улице Любого мегаполиса Или столицы Европейской Вы видите Массу людей В одинаковой одежде С небольшими корзинками На которых написано Донейшн То есть это та помощь Или донация Которые собираются Для нужд Одной из вот этих Центральных организаций Интересно Мне кажется Наши люди Вот если бы Кто-то испытывал Какие-то затруднения И кому-то нужна была помощь И домой примут И спать уложат И еще накормят А вот Ну например В Германии Да я знаю Домой не принято приглашать Принято встретиться Где-то в кафе Вот насколько это влияет На проявление Доброты Вот за рубежом Вот это немножко Отстраненность Да Другого человека Я думаю Здесь дело Не в Не в доброте Это все-таки Дело в менталитете И в культуре Стран Европейских То есть это личное пространство Да Это личное пространство И это культура Которая позволяет Людям быть вместе Или впускать В свое пространство Других людей Но через определенное время То есть Кредит доверия Все-таки еще нужно заслужить Все-таки у нас Вот он побольше Я вам хочу сказать Этот кредит доверия Нет? Вот несмотря ни на что Скорее всего, да Наверное, последний вопрос Каждому Не кажется ли вам Что в нынешнее время Многим не до доброты И, наверное, люди Не знаю, на мой взгляд Стали черствее Дим, что скажете? Не могу согласиться с вами Вы знаете, наше общество Оно нуждается в доброте И мы готовы работать Мы готовы к сотрудничеству И каждый человек Если он правильно поймет Что такое доброе дело Что оно не обязательно Должно быть явным Что оно может принести Реальную пользу Его соседу И его стране Как в целом Он будет заниматься Доброличеством Спасибо всем, что были с нами Этим утром Всем терпения Крепкого здоровья И, конечно, побольше Добрых людей Спасибо большое Каждый ли из нас Может, не задумываясь Вспомнить А что он сделал хорошего На этой неделе Или в этом году Биологи выяснили Откуда берутся Положительные качества людей Они уверены Что воспитание Здесь ни при чем Все дело в генах Именно наследственность Определяет готовность людей Жертвовать Чем-нибудь ради окружающих Если каждый из нас Поможет хотя бы пяти людям А те, в свою очередь Еще пяти Представьте себе Как может измениться мир Оглянитесь Может, вокруг вас Есть люди Которые нуждаются В вашей помощи Протяните руку И помогите Этим утром С вами были Ксения Гаевская Виктория Солодовник И сеть магазинов Он и она Из сезона в сезон В магазинах Он и она Концентрируется Максимум новых идей И эмоций Стильные платья Уютные джемперы И кардиганы Модные пуховики Жакеты И всевозможные Аксессуары На любой вкус Зайдите И вы не пожалеете Ну а мы прощаемся Как всегда Ненадолго Берегите друг друга Любите себя И всего вам самого доброго Субтитры сделал DimaTorzok